МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует служба информации телерадиокомпании Гомель. В студии работает Юлия Мастич. Смотрите в этом выпуске. Голосуем вместе. Сегодня в Беларуси прошел единый день голосования. Будущее строить молодым. В избирательной кампании на Гомельщине отмечено активное участие молодежи. Международный мониторинг. На участках продолжают работу международные и национальные наблюдатели. А сейчас об электоральной кампании в регионе более подробно. Участки по проведению единого дня голосования закрылись в 20 часов. Задача членов комиссий – провести подсчет бюллетеней. Уважаемая комиссия, уважаемые наблюдатели, Участок для голосования номер 79 считаю закрытым. Приступаем к подсчету голосов. Члены комиссии подсчитывают бюллетени из нескольких урн для досрочного основного голосования и голосования по месту жительства. На этот раз процесс будет проходить немного дольше обычного. В городах, где выбирали депутатов в советы трех уровней, избиратели получали по три бюллетеня. В сельской местности – четыре. По итогам подсчета составляются протоколы, которые вместе с остальными документами подаются вначале в территориальные, а затем в областную избирательную комиссию. Первые лица региона традиционно пришли на участки в основной день голосования. Подробнее далее в сюжете. Избирательный участок номер 87. Его главное отличие – здесь голосует председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко. На участке глава региона сегодня заполняет бюллетени одним из первых. После сделанного выбора еще одна важная миссия – поздравить тех, кто голосует впервые. Депутаты, за которых мы сегодня голосуем, представлены фактически все партии. Я думаю, что каждый, кто пришел досрочно, сделал свой выбор. И сегодня, в единый день голосования, он сделал выбор за свою малую родину, за свою республику Беларусь, за ее уверенное настоящее и уверенное будущее. Из трех тысяч избирателей, зарегистрированных на участке, впервые голосуют 33. В моей семье все голосуют. Это делают они с удовольствием. То есть они никогда не отказываются от этого права, выбора, и они всегда им пользуются. Я буду делать выбор в пользу своей страны, чтобы она была только краше, только лучше. В 72-й школе Гомеля работают сразу четыре избирательных участка. У входа всех встречает оркестр, что создает торжественную атмосферу. Среди голосующих – помощник президента, инспектор по Гомельской области. Юрий Горлов отмечает активное участие молодежи в текущей избирательной кампании. Поколение, которое сегодня живет в это время, поколение, которое подрастает, будем вспоминать его как самые лучшие годы в нашей жизни. Вот именно период расцветания нашей страны, период такого активного строительства. И те кандидаты, у которых мы сегодня выбираем, депутаты, пусть для них этот будет прочный фундамент, который был создан ранее. Ранее также нашими депутатами. И вот этот крепкий фундамент, который есть сегодня, пусть он будет точкой для дальнейшего развития нашей страны. На участке для голосования номер 98 более 2,5 тысяч избирателей. Большая часть проголосовала досрочно. Другие выбрали для похода на участок именно в воскресенье. Среди них председатель Гомельского горосполкома Владимир Привалов. Отрадно то, что сегодня нынешние кандидаты в депутаты, будь то городского совета, областного, либо палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, они отвечают тем качествам, за которые в том числе мы голосуем. А это ответственность за завтрашний день, это ответственность за будущее нашей страны, и тот профессионализм, который прежде всего будет применен к решению тех стратегических государственных задач. Единый день голосования – важнейшее политическое событие в жизни страны. Беларусы видят, как развивается наше государство и ценят мир и спокойствие на нашей земле. Поэтому понимают, сделать свой выбор сегодня – значит обеспечить себе хорошее будущее. Олеся Заяц, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, Новости недели. Высокая активность избирателей отмечена в сельской местности. Причем люди отмечают, голосуют не просто за конкретных депутатов, за дальнейшее развитие своих территорий. Наши корреспонденты посетили несколько избирательных участков. В поселке Чонке три избирательных участка. В последние годы этот сельский населенный пункт стремительно развивается. Что касается непосредственно избирателей, то их активность члены комиссии называют высокой. Особо выделить какую-то возрастную категорию не берутся. На участки традиционно приходят целые семьи. Нередко сразу три поколения. Валерий Витошкин проживает в соседнем поселке Поляна. Говорит, что верит в будущее своей малой родины, а поэтому голосует за депутатов с активной жизненной позицией. И мы постоянно проводим какие-то мероприятия, садим деревья, благоустраиваем, стараемся. Стараемся помочь. Это есть надо власти, когда мы стараемся сделать лучше жизнь. Не ждем, когда кто-то придет и скажет, давайте так или так. А мы сами, кто-то есть, самое лучшее. И ведет это все депутат. Депутат, он как локомотив, или все депутаты, как локомотивы, которые ведут остальной народ, для каких-то свершений. На избирательном участке в агрогородке Уваровичек Ольге Авраменко особое отношение. И не только за ее 90-летний возраст. Ее знают далеко за границами Будокошлевского района. Ольга Авраменко – народный учитель Советского Союза с удостоверением номер один. Она уже давно выработала для себя критерии, по которым оценивает других людей. Депутаты – не исключение. Самое дорогое, считаю, в жизни своей, это быть человеком правдивым, честным, просто справедливым. Это самое главное в жизни каждого человека, кто ходит по земле. Свои критерии к будущим депутатам есть и у заслуженного работника сельского хозяйства Республики Беларусь Федора Жирикова. Практически всю жизнь он проработал в экспериментальной базе Уваровича и, судя по полученному званию, внес значительный вклад в развитие аграрной отрасли региона. Сегодня ему 75, однако классическим пенсионером его назвать трудно. Человек с активной жизненной позицией – это именно о Федоре Жирикове. Просмотрел и по телевизору, и в печати смотрел кандидатов в депутаты. И, на мой взгляд, мне хотелось бы, чтобы депутат был, во-первых, грамотный, во-вторых, он смелый, чтобы он мог выразить свои мысли и что-то сказать, допустим, деловое сказать. Не просто там поднять руку и проголосовать. И, конечно, хотел пожелать, чтобы они, в первую очередь, думали про нас, избирателей. Для этого мы и выбираем их, чтобы они служили народу. Ну, нам, то есть. Примерно такие же пожелания сегодня высказывают и молодые избиратели. В Уваровичах впервые голосующих 10 человек. У каждого свои планы, но одно объединяет всех. Молодые сельчане свое будущее связывают исключительно с Беларусью. Олег Сентюров, Анна Кусточева, Игорь Морищенко, телерадиокомпания «Гомель». Будущее строить молодым. В избирательной кампании на «Гомельщине» отмечено активное участие молодежи. Наши корреспонденты посетили ряд избирательных участков областного центра и узнали, какой выбор сделало поколение будущего в единый день голосования. Об этом и не только в нашем сюжете. Будущий педагог Ирина Волчкова перед походом на избирательный участок тщательно изучила данные обо всех избираемых кандидатах. Девушка отмечает, круг потенциальных депутатов разнообразен, так же, как и перечень представляемых ими партий и профессий. Когда человек делает какой-то выбор, он улучшает свою жизнь. Он не только, например, ходит на работу и работает для себя. Он ходит на работу, видит красивые лавочки, красивые деревья. То есть он понимает, что он проголосовал, например, за нужного человека, который сказал нам, что я обустрою наш город, я помогу обустроить нашу страну. Он сделал правильный выбор, тем самым он улучшает свои качества жизни и качества жизни находящихся рядом людей. На участке для голосования номер 87 правом отдать свой голос досрочно воспользовались более 45% избирателей. 33 из них голосовали впервые. Мне 19 лет, исполнилось в прошлом году, в этом году уже будет 20. Первый раз я голосую. Единый день голосования – это очень важное событие для нашей малой родины, и я была рада поучаствовать в этом событии. Для Ксении Лашук сегодняшняя дата особенная. 18-й день рождения девушки в этом году совпал с важнейшим политическим событием года. В единый день голосования учащаяся медколледжа посетила участок уже в статусе избирателя. Обычно мы ходим всей семьей. Сегодня я пришла с мамой и готова помочь своей родине сделать выбор, чтобы в будущем мы жили в предстоящей стране, и мы должны сделать все, чтобы нам самим же было комфортно. Перед выборами, да, я вчера сидела, смотрела информацию, выбрала для себя пару кандидатов, которых я бы хотела выбрать, и сделала это сегодня. Ну да, конечно, переживание немного присутствовало, так как это впервые у меня происходило. Но я очень рада, что решилась на этот шаг и сделала это. За уверенность в завтрашнем дне и будущее своих детей проголосовала молодая семья Веракса из деревни Борисковичи Мозырского района. Денис и Юля воспитывают двух сыновей – Арсения и Всеволода, и маленькую дочь Алису. В единый день голосования на участок пришли всей семьей. Сегодня праздник, на самом деле, у каждого человека есть право избирательное, но я считаю, что это долг воспользоваться этим правом, потому что мы живем в этой стране, мы растим своих детей, работаем в этой стране, и это обязательно, чтобы каждый гражданин Республики Беларусь принял участие в выборах. Еще очень приятно видеть, когда приходят семьи с детками, поскольку кто-никак родители являются примером для своих детей. Хотим, чтобы в нашем государстве политика была миролюбивая, продолжалась та же социальная поддержка граждан, в том числе и в сельских населенных пунктах. Поэтому сегодня мы сделали свой выбор за процветающую Беларусь, за мирное небо и за дальнейшее развитие нашего государства. Текущая электоральная кампания показала, молодежь Гомельщины активно включается в политический процесс, Активная гражданская позиция не позволяет новому поколению оставаться в стороне от вопросов, определяющих будущее Родины. Молодые люди уверены, граждане, которые хотят видеть результат работы депутатов на деле, могут и должны на него влиять, а именно выбирать лучший из предложенных вариантов и голосовать за него. Олеся Заяц, Светлана Главко, Валерий Гопанько, Новости недели. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный пограничник органов пограничной службы Республики Беларусь, подполковник в отставке Наум Каплан принял участие в выборах. Голосование организовали по месту жительства. Наум Каплан прошел путь офицера-пограничника от заместителя начальника пограничной заставы до заместителя командира пограничного корабля по политчасти. Прослужил 32 года, из них 21 в морских пограничных частях. Принимал участие в задержании нарушителей государственной границы СССР на Курильских островах и в Баренцевом море. Награжден медалями за победу над Германией 1941-1945 года, за боевые заслуги, за отличия в охране государственной границы СССР. Сегодня 97-летний ветеран отдал свой голос за будущее страны. Надеемся на то, что вновь избранные депутаты будут выполнять волю народа. Выполнить требования, которые предъявлены президентом, правительством, за то, чтобы наше государство вновь процветало и процветало. Единственное государство мира, которое боится за мир, и этого мира добьется. В Гомельской области в единый день голосования работают 40 закрытых избирательных участков. Они располагаются в санаториях, домах отдыха и других медицинских учреждениях. Гомельский областной клинический кардиологический центр – участок номер 162. Число избирателей – 192. Из них почти 90 проголосовали, находясь в палатах. Это пациенты, у которых строгий постельный режим. Комиссия и наблюдатели заглянули в каждое отделение. Конечно, удобно. Пришли, предложили мы его. Мы очень рады. Чтобы не нарушался санитарно-эпидемиологический режим работы отделения, части пациентов, которые голосуют в палатах, голосование производится до завтрака. А тем, кто не успел проголосовать для завтрака, делается перерыв. И уже когда пациенты в палатах закончили свой завтрак, комиссия приходит уже после завтрака, им предоставляется право проголосовать, не спеша, не торопясь. Для всех остальных в кардиологическом центре – стационарный избирательный участок. Некоторые пациенты приходят сюда сразу после капельниц и перевязок. Не остался в стороне от важнейшего общественно-политического события в жизни страны и заслуженный мастер спорта Игорь Макаров. На участок он пришел вместе с супругой. Единственный в истории Беларуси олимпийский чемпион по дзюдо сделал свой выбор. На своем примере показал, что каждый голос важен. Спортсмен готовит подрастающее поколение чемпионов, имеет свою школу по дзюдо. Почитал бюллетени, почитал эти листовки, которые кинули. Голосовать надо. Не просто потому, что там для галочки, а потому, что, ну, действительно, вот я вот голосовал за тех людей, которых знаю. То есть, соответственно, я думаю, что им немножко помог. В спортивном комплексе «Локомотив» на участке для голосования подготовили концертную программу и выездную торговлю. Для детей аквагрим и интерактив на свежем воздухе. За ходом избирательной кампании на Гомельщине следят международные и национальные наблюдатели. Девять человек представляют Содружество независимых государств, более чем семь с половиной тысяч, политические партии, общественные организации и трудовые коллективы региона. Первые результаты мониторинга в нашем сюжете. Наблюдатель от миссии СНГ Алим Джаксибеков за началом голосования наблюдал на 77-м участке в Гомеле. Для него это третий день работы в регионе. За это время посетил несколько участков и составил собственное мнение о ходе электоральной кампании. Впечатления самые хорошие. Мы отмечаем очень такую хорошую, качественную, скрупулезную подготовку к проведению выборов. Понимаем, что в таком формате выборы в Беларуси проходят первый раз на основании новой конституции, за которую было голосование. Самая массовая группа наблюдателей – национальные. Здесь представлены все зарегистрированные в Беларуси политические партии и общественные организации. У каждого наблюдателя свой опыт участия в электоральных кампаниях. Однако, пожалуй, самый значительный у 95-летнего гомельчанина Ростислава Тимофеенко. На избирательный участок впервые он попал вместе с отцом еще в 1936 году. Через 10 лет уже голосовал самостоятельно. – Спокойно, полный порядок, никаких крючков нет. Все приходят, я бы сказал, такие одухотворенные, понимаете ли. Мне кажется, что никаких замечаний по поводу организации не может быть. Вот это мое личное мнение. Я был и председателем комиссии избирательной, был и членом комиссии. В принципе, порядок везде один соблюдался. Международный наблюдатель от СНГ Николай Голосов на избирательных участках спрашивает о ходе голосования и активности местных жителей. Для представителя Российской Федерации это не праздный интерес. Говорит, что лучший белорусский опыт может быть использован при проведении выборов президента Российской Федерации. Впрочем, есть у Николая Голосова и личные мотивы. Уроженец Лоева сейчас он возглавляет правление белорусского землячества на Брянщине. Я как белорусу очень приятная вот такая вот тенденция, которая по взаимоотношениям между Белоруссией и Россией в целом. И вот то, что касается выборов, то мы на Брянщине почувствовали их раньше, потому что белорусы, которые проживают на территории Брянской области, они заранее готовились к поездке на Гомельщину, на Могилёвщину для того, чтобы проголосовать, отдать голос за самых достойных кандидатов. Ожидается, что работа миссии международных наблюдателей в Гомельской области завершится завтра итоговой пресс-конференцией. Олег Сентеров, Дмитрий Котов, Игорь Морищенко. Новости недели. В течение всего дня Центр избирком непрерывно контролировал ход проведения электоральной кампании. Председатель ЦИК Игорь Карпенко был на связи с регионами. В ходе видеоконференции информацию предоставляли из всех областей. Все отчитываются, что традиционно выборы проходят в настоящей праздничной обстановке, что нас, конечно, очень радует. Работают наблюдатели. У нас их более 7600 на территории области, в том числе 9 международных наблюдателей. Каких-то замечаний ни у наших наблюдателей, ни у международных не поступало. Так что все проходит вполне нормально в штатном порядке. С 21 ноября работает прямая информационная линия на телеграм-канале ЦИК. За это время поступило около полутора тысяч обращений. Вопросы в основном касались разъяснения избирательного законодательства, а также предвыборной агитации. Выборы – это всегда праздник, признавались сегодня многие гомельчане нашим корреспондентам. Создавать соответствующую атмосферу на избирательных участках – это старая добрая традиция. Чем же угощали и как встречали избирателей в Гомеле, узнавала Ирина Дробышевская. Подробности в сюжете. Пожалуй, тут и комментарии излишние. Атмосферу видите сами. На избирательных участках старались совместить, так сказать, приятное с полезным. Организаторы подготовили колоритную программу. К примеру, на избирательном участке в 72-й школе, кроме музыкальных номеров, причем разных жанров, были и показы мод. В дефиле устроили местные предприятия. Мне кажется, сегодня такая дружелюбная и прекрасная обстановка. Наши избиратели с самого утра большими компаниями, семьями приходят к нам сюда. И, вы знаете, в буфете, я думаю, хватит всем всего до позднего вечера. Но люди довольны. Проголосовал, сделал свой выбор, привел своего ребенка. Сходили в буфет, очень все вкусно, доступные цены. Посмотрели, выступили своей второй дочерью, она здесь выступает, как бы тоже создает обстановку хорошую. Выборы в хлебостольной Беларуси – это еще и вкусно. Буфеты на участках радовали ассортиментом и ценами. Организация, программа очень хорошая, даже неожиданно хорошая. Все приветливые, вообще такая обстановка хорошая, доброжелательная. На избирательных участках гостей повсеместно встречали и зрелищно, и радушно. В этом плане участки, расположенные в Белорусском государственном университете транспорта, избиратели отмечали особенно. Местный буфет отработал в особом режиме. Повара ввиду повышенного спроса существенно увеличили ассортимент. Главное условие – продукт должен быть первой свежести, а потому готовили и выпекали целую ночь. Я пришел сюда проголосовать и исполнить свой гражданский долг, как гражданин Республики Беларусь. И помимо этого, все-таки удалось посетить столовую Вилгута. Здесь все очень вкусно, смаженки, отдельное удовольствие. Спасибо всем поварам, которые здесь все готовят. Все очень вкусно, по-домашнему, как бабушка, как говорится, готовила. Иногда даже хочется закупиться запасом, чтобы неделю не готовить. Сегодня пользовалась спросом все, без исключения. Все покупали целыми пакетами. И мы своим посетителям сегодня устроили настоящий праздник. Мои самые лучшие и любимые повара и кондитера всю ночь старались, чтобы вам было все красиво и вкусно. И у нас сегодня все изделия кондитерские и кулинарные на любой вкус и на любой кошелек. Особая атмосфера и на избирательном участке в общественно-культурном центре Гомеля. Камерный оркестр здесь представил лучшие классические шедевры. Пища скорее для души, чем для тела. Вывод избирателей делают вполне логичный. Выборы по-белорусски – это красиво, вкусно и очень мелодично. Ирина Дробышевская, Сергей Колоцей, Новости недели. На этом наш выпуск окончен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова